Подведены итоги республиканской веломногодневки. Соревнования, посвященные памяти молодого спортсмена Ирлана Пернебекова, в течение пяти дней проходили в Шимкенте. В стартах приняли участие более ста веломнавязников Казахстана и Кыргызстана. Соревнования начались 11 марта с гонки Пролог. В генеральной классификации лучший результат на дистанции в 8 километров показал южно-казахстанский велосипедист Султан Миралиев. Он и стал лидером в веломногодневке с правом выступать в «желтой майке». Затем 12 марта стартовал первый этап кольцевой гонки. Дистанция в 80 километров покорилась Владимиру Цою из Алматинской области. Я увидел, когда уже двое пацанов отъехали. Я смотрю, ну они уже уезжают на глазах, а я как бы себя нормально чувствовал. Ну и решил попробовать отъехать. Стрельнул, отъехал, потом к нам еще один переложился, и все, мы четырех ехали. И так до финиша доехали. Сохранив лидерство в генеральной классификации, Султан Миралиев продолжил выступать в «желтой майке» и на втором этапе веломногодневке. Гонки – критериум. 40 километров общего пути оказались не из легких. Дополнительную сложность на трассе создавал дождь с порывистым ветром. Самыми выносливыми оказались спортсмены команды «Вина Форева» из севера Казахстанской области. Велосипедисты Жандос Бежигитов, Степан Астафьев и Александр Шушимони разделили между собой сразу три призовых места. Вместо ожидаемых 108 километров третьего этапа групповые гонки наездники проехали на 25 километров меньше. Причина все та же – непогода. Победу в этом этапе одержали алматинец Никита Стальнов, Булат Кулимбетов из Тараза и Степан Астафьев из севера Казахстанской области. К решающему четвертому дню веломногодневки дождь в Шенкенте прекратился. И в групповой гонке на 108 километров велостарты проходили уже под теплыми лучами южного солнца. В генеральной классификации победу одержал Стальнов Никита, представитель велоклуба имени Винокурова, город Алматы. Вторым был Бежигитов Жандос, представитель северо-казахстанской области, команда. И третьим был Миралиев Султан Мурат, представитель южно-казахстанской области. Командам в зачете выиграла команда «Астана» с минимальным разрывом у команды велоклуба имени Винокурова. Разрыв всего 5 секунд по сумме всей гонки. За первое место награждается велосипед. Бой! Велосипедом! Так что вот, держите, кончится. Победители всех этапов были отмечены дипломами, кубками и ценными призами. Судьи соревнований и участники отметили высокий уровень подготовки и проведение республиканской веломногодневки в Шемкенте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!